И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа, с вами на связи опять Олег Алавгудвин, это великий популяризатор массажных технологий и все, что связано по работе с телом человека, с его аурой, энергией, ну и так далее, на всем русскоязычном пространстве интернета. И сейчас у нас зато у нас такая тема про методы воздействия на тело, ну в данном случае через точки и через мышцы, то есть вот что же мы на самом деле делаем, то есть вот зачем мы там тянем, что-то там трем, зачем мы это все делаем. Ну точки я разбиваю обычно на три типа, для меня они получается есть биоактивные, биологические, это вот то, что вы обычно видите, которые рисуют на схемах, ну часто стопы например, да, это там популярная везде есть, вот смотрите вот сюда, я вот такую папочку для вас создал, так, ну в данном случае эти точки на ухе, вот видно да, плоскость, полость таза, там внутренние органы, да, наружное ухо, вот это вообще форма зародности человека вверх ногами, да, то есть получается вот тут голова, здесь пошла спина, шея, хребет, вот поясница, крестец, копчик вот сюда, да, внутренний ободок это внутренние органы, ну точнее такие как шея, локоть, колено, стопа, а еще внутри это уже совсем внутренние органы, да, там печень, почки и прочее. Как я уже говорил, по принципу биографической реальности вселенной, наше тело само в себе повторяется многократно, ну вот подобный рисунок, только чуть по другому, вот еще ухо, вот то же самое на этих, на стопе и на ладони, да, повторяется полностью все внутренние органы, и также они проецируются и на каждую фалангу отдельно, в данном случае по стопе получается, где пятка, да, это пол, область малого таза, середина стопы, это область брюшины, верхняя часть, где пальцы вот начинаются, да, плюсневые кости находятся, это область грудины, там легкие сердца и прочее, да, и вот пальцы, это соответственно область головы, ну, везде рисуют по-разному, там в Тибете одна схема, в Китае другая, в Таиланде третья, немножко по-разному бывает изображено, но, как правило, по руке понятно, что средний пальцем это ноги, да, крайние пальцы, бизинец, и указательно это руки, и большой палец это голова, то есть, вот как бы вот человек ходит, ну, получается, вот тут это руки, а это голова, ну, кстати, древние гусары про это знали, и когда они там на баллах барышни целовали, то они целовали именно вот сюда, то есть, получается, это между ног, область половых органов, так, к слову просто скажу, а вот, ну, вот носочки такие даже выпускают, да, вот тут, например, тоже изображено, да, большой палец, вот последняя фаланга, да, тут сразу и нос, и губы, и глаза, и брови, а вот это вот руки, это ноги, а если вот, ну, тут прямо вот картиночка изображена, наложена на тело человека, вот такое наложение есть, немножко по-другому получается, это головной мозг, видите, кончики пальцев, да, это вот синусы, середина пальцев, это вот мозг как бы делится, да, гипофиз, там шишковидная железа, а вот, поэтому, когда делают, кстати, доуквалы, мне иногда непонятно, по какой схеме они работают. Вот, например, здесь, середина пальцев, да, вот этих, это глаза, вот это ухо получается, и внутреннее ухо. Проекция на стопы и на руки, противоположная, то есть, диаметрально противоположная, расположена в теле, то есть, получается, левая стопа и левая рука отвечают за правую часть тела человека, вот, правая, соответственно, наоборот. Так, что там еще есть интересного? Вот, это целая папочка для вас создала акупунктура, так же вот это все проецируется на лице, можно сигнализировать, можно диагностику так снимать, когда человек приходит, вот в чем тайна древних мастеров, когда человек к ним только зашел, он уже видит его все болезни, он оказывается считывается с лица. Воспаление на лбу, это, соответственно, толстый кишечник, да, вот этот квадрат такой. Если вот ближе к бровям, это почки, да, щеки это легкие, ну и так далее, там можно посмотреть. Так же, эта проекция человека полностью есть и на радужке глаза, и на языке, вот оно повторяется, да, так же можно диагностику по лицу брать. Мы, кстати, будем диагностику сколиоза делать тоже по языку. Вот, видите, идет позвоночник, да, соответственно, в бок идут ребра. То есть, получается, ближе к гортане это тазовая часть, ближе к кончику языка это шея уже получается, да. По вот этим дугам языка, язык же вот такой, да, получается, мы сможем определить, в каком месте у него сколиоз. Грудной отдел, среднегрудной, верхнегрудной, поясничный отдел, да. Посмотрите, какая диагностика. Так, ну вот так же точки со стороны спины, со стороны фейса, фасада человека. Так, что там еще есть? Ну, таких схем много, я вам их потом скину. Вот, соответственно, за что они отвечают, да. Это вот как раз акупунктурные, биологические вот эти вот точки, да. Вот для чего мы их жмем? Есть просто самая простая точка, вот тут, на середине ладони. Если повести линю от указательного пальца вниз, да, и от большого пальца, вот. На их пересечении вот тут вот, прожимаем точку. Она, ну, говорят, это очень много, на самом деле, помогает. И от головной боли, и от того, что даже когда вот слишком чихать хочется, ну, зачастил человек, чихает и чихает, да. Или там от гриппа тоже помогает, да. Вот, и на лице вот точка конкретно показанная. Вот если вот висок прожимаем, да, снятие головной боли и глазной болезни лечим. Если вот под глазом нажимаем, это вот острые кератиты, риниты, слезоотделения, ну и так далее. Так, дальше что у нас есть? Вот китайские точки, да, мы китайщим не будем проходить эти грифы. Нам не нужны, нам просто нужно так все по-общему. Это опять китайские. Ну, а вот просто соответствие зон, ну, как бы можно по точкам, да, есть же зоны. Биологическая активная зона, триггерная зона, акупунктурная зона. Вот, соответственно, подвоночника, да. Практически проекция легких, печень, желудка, селезенки, вот надпочечник ниже, да, опускаемся. Ну, честно говоря, скажу сразу, что я по себе знаю, у меня вот была язва, когда желудок болит, то отдает конкретно позвонок на спине. То есть от живота идет воздействие на спину, на позвоночник. А не наоборот. Многие думают, о, болит там спина, да, что-то вывихнуло. Нет, это именно оказалось от живота. Поэтому мы будем проходить висцеральную температуру, о, извините, висцеральную терапию. Это терапия внутренней ЖКТ, внутренней области живота, да. Потому что мануальная терапия, она не закрепится в теле человека, если мы просто поставим кочку на место. Пройдет там 5-7 дней, например, неделя она вернется назад, человеку опять придется обращаться, да. А причина может быть в животе, на самом деле. Вот. То есть на эти точки мы воздействуем методом шиацу, вибрацией и прижиганием. Ну, на Востоке любят там прижигание, такие мопсы продаются, типа вот из арома таких, ну, как ароматические свечи делаются, да. Прямо ставится, поджигается и такой дымок идет. Температурное, то есть воздействие. Биоактивное наше воздействие, оно тоже, мы же пальцами делаем, все это пальцами. Ну, понятно, да, что точки пальцами. Шиацу. Это, прежде всего, это тепловое воздействие, да. Во-вторых, это идет вот ввинчивание. То есть мы как бы вывинтились в точку и вывинтились из нее. Вошли и вышли. Получается, от того, куда направлена спираль движения, создается вихрь энергетический, да, и мы либо вводим туда энергию в эту точку, либо выводим. Ну, как правило, вот если на цифербат мы смотрим, да, вот если по часовой стрелке крутится, да, то с этой стороны энергия, получается, туда входит. Если против часовой, то есть цифербат разворачиваем, получается против часовой, да. Энергия выходит. Так же и чакры наши работают. Чакра, она переводится, если дословно, с санскрита. Это получается Ча – чаша, Кра – это вихрь. То есть вот с этой стороны чаша вот так, с той стороны вот так чаша, да. Сюда вихрь входит, сзади вихрь выходит. Так же и в точку мы работаем, да, вот мы вводим этот вихрь и выводим. Оказывает, таким образом, лечебное воздействие. Акупунктурные точки, они заболевые, вот мы с вами рисовали, да, на них по-другому действуем. На сильном давлении и на выдохе. Выдох. Задержка дыхания. Задержка дыхания. И держим, соответственно, 15-10 секунд примерно, да. Ну, в этом случае, если надо, там, 20 секунд, нужно подержать. С этими точками достаточно 3-5 секунд, да. Винтились на вывинтились. Дальше идут триггерные точки. Триггерные точки – это точки, где человек испытывает боль. Он долго ходит, ходит там с этой болью, да, где-то там под лопаткой, например, да. Может там месяц, года, два, три ходить, да. Ну, как правило, есть стандартные точки. Я вам показывал триггерные, да. Тут у всех здесь, там, лопаткой. Ну, нажмешь, там всегда, как бы больно. Да, всегда, просто всегда скапливается напряжение. Есть такие, которые вот прямо спазм, там, да. Одна мышца идет, вторая накладывается, вот между ними спазм. Там еще третья какая-то накладывается. И получается такой клубок. Там прям такой под кожей, прям чувствуется шарик прям такой, да. Вот на него воздействуем еще сильнее. Вплоть до того, что это целая зона может быть, да. Тогда прямо и кулаком туда, и локтем туда можно прямо давить. Не только пальцем. Воздействие, соответственно, оказывается сильное, на выдохе. Но потом не задерживаем дыхание, как здесь, да. А потом легкое, спокойное дыхание, животом. Мы успокаиваем человека. Дышим синхронно. Представляем, что через эту точку человек делает вдох-выдох. Он как бы вдыхает через эту точку светло-белый свет в себя и выдыхает. Выдыхает негатив. То есть, это как такая медитация. И мы можем прочитать ему наговор. Наговор, я вам текст потом скину, да, что это такое. Это такие, так скажем, самогипнотические слова, которые мгновенно действуют. Первое, что мы говорим, что мы понимаем эту боль. Да, она у нас есть, но куда от нее не деться, да. Такова данность. Второе, мы ее принимаем для себя. Ну, чтобы как бы не было отвержения. То есть, весь наговор считается без единой отрицательной мысли и частички. Даже частички не полностью исключены. Потом все, весь наговор, если вы заметите, все слова в настоящем времени. Не в будущем, не в прошлом, а в настоящем. Далее. За что-то эта боль нам дана. За что-то была нужна. Мы ничего не придумываем. Там, по карме нам чего-то, да. Или вот меня там обидел родственник. Или там, на меня с глаз кто-то направил. Или мне за то, что я там пью и курю, мне вот воздалось свыше. Вот так вот, да. Ничего, вообще ничего не думаем. Никаких там предоплек вот этих, да. Подоплек, вернее, да, там, религиозных. Вот вообще все откидываем. Ничего нету. Просто почему-то она появилась, да. И почему-то дана и нужна. Ну, так надо было организму. Пройти какой-то опыт, например, да. Мы поэтому это еще раз принимаем. Ну, как бы уложили эту мысль в себе, да. И дальше начинаем. Дальше, необходимость отпала в этой боли. Заметьте, частички нету, да. У меня необходимость этой боли отпала. Я посылаю туда целебную энергию любви. А в мире я вам рисовал волновые эти процессы, да. Вся энергия, по сути, вот любовь, проявление любви, это самая высшая светлая энергия. Исцеляющая, соответственно. И заканчиваем. Эта боль ушла в настоящее время, да. Она ослабела, ну и так далее. В общем, этот наговор я вам пришлю. Соответственно, тут давление идет. Уже получается где-то 60-120 секунд. Ну, получается где-то так 1-2 минуты, да, примерно. Вот в чем разница. Напишите мне там в ВКонтакте, чтобы я вам прислал наговор. А сейчас расскажу уже не про точки, а про мышцы. Какие способы. Ну, вот я писал, да, релизинку, да. Меорелизинг, размять, растереть. То есть, как мы на них воздействуем. Это связано с точками, поэтому я в отдельное видео не буду записывать, а прямо сейчас все секреты вам и расскажу. Я же Алек Гудвин, я же несу просвещение и знания в них, да. Даю свет, даю свет, всем свет. Так, значит, мышцы. Как правило, ну, в среднем возьмем такой, да, они вот веретенообразные. Молокна идут вот так вот. Мышца зажата в фасцию, в пакет. Так, в пакете такой, типа целлофанового, да. Можете это зарисовывать. Каждая, ой, мышца заканчивается сухожилием. Которым она крепится к костям. То есть, где-то как-то там идет косточка, например, да, к которым крепится эта мышца. На костях у места крепления обычно есть бугорок. Там есть специальные ложбинки, бугорки, да, к которым эта мышца крепится. Ну, кстати, по секрету вам скажу. Кости, в зависимости от жизни человека, они меняют свою структуру. И меняют плотность, если человек мало там есть, например, кальция, да. С возрастом вымывается кальций, называется остеопороз. Кстати, чуман 21 века, это не какой-то там, не коронавирус, не СПИД, а именно остеопороз. Он все больше и больше, и моложе люди начинают им страдать. Если человек качается, да, у него мышцы растут, и крепление нужно побольше, и тогда кости становится плотнее, и нарастает этот бугорок, становится большой, вот такой. Вот. Если мышца болит, а мы сейчас про боль говорим, да, то сигнал мозг идет и из этой точки, и из этой точки, и из этой точки, да. По сути, для мозга это все равно, из какой точки есть сигнал, да. Если болит долго, он начинает эту точку выключать. Либо нерв там отключается, ну вот, где-то идет нерв, да, и вот он тут, например, прищенился этой мышцей. Вот. Соответственно, он, ну, это имеется в виду многолетняя боль, да, он отключает нерв, нерв отмирает, и, соответственно, это плохо, да. Поэтому к массажисту надо ходить, к костоправу надо ходить. Откуда идет боль? Это спазм. Что такое спазм? Ну, во-первых, после там занятий спорта, может быть, молочная кислота скапливается, да, может какой-то кровеностный сгусток, да, мышца, соответственно, раздувается, она становится надутой. Ну, это прям чувствуется, когда мы массируем, да, вот мы тестировали, помните, под очки большого пальца, это прям чувствуется, что там какое-то уплотнение или выступ, да. Вот. Ну, что называется, забиты мышцы. Чем они забиты? Ну, вот этим и забиты. Ленозной нашей кровью, да, которая не может оттуда выйти, потому что все закупорено. Значит, каким способом воздействия? Ну, во-первых, мы растираем вдоль мышц, да, трем, поперек мышц трем, это, ну, массируем, имеется в виду массаж, да, разминаем, разминаем. То есть, выгоняем эту кровь, да, ускоряются обменные процессы, метаболизм называется, да, и просто быстрее все это уходит. Продукты распада клеток уходят быстрее. Второй способ – это создать здесь синяк, гипидемию. Создается специальными либо хлопками, да, либо там простукиваниями, да, прям стучием в это место. Либо это достаточно жестко, через боль делается, да, излечение идет через боль. Либо такие скребки есть, метод гуаша. Ну, можно показать, нечем сейчас. Такой скребется, скребется, скребется до того момента, пока посинения не было. Это, кстати, даже можно сам себе. Теперь что, заболело, да, взяли, поскребли, тут синяк создали, и синяк, оказывается, лечит. Это ауто-гемотерапия. То есть мы создаем на поверхности вот этот вот синяк. Почему? Ну, многие думают, там, синяк плохо, больно – это плохо, да, бояться. Ну, внутренний такой страх есть у нас. Но когда мы его преодолеем, мы начинаем понимать, что любое наше достижение в жизни, оно делается через преодоление. То есть надо что-то преодолеть. Либо боль, либо какое-то препятствие, там, да, либо себя как-то, там, душу свою преодолеть, да, страх преодолеть. Кстати, по поводу наговоров я говорил, да, наговоры, вот в которой текст вот этот. И вот так же можно самому себе. Заболело что-то. Причем не важна какая боль, физическая или душевная. Ну, тяжело вам на сердце, да, вот проговорили этот наговор, и вам стало легче. Заболела нога, проговорили про ногу этот наговор. Даже не касаясь, ну, можно и надавить, в принципе, там, всегда надавили, сами на точку болевую. Проговорили, и оно само прошло. Вот, это третье металлодействие, точки. Так вот, точки, что мы делаем? Мы давим, соответственно, либо вот на само место, это и есть триггерная точка, да, либо давим на место соприкос... где она растет, эта мышца. О, смотри, сухожилия крепятся, да. Таким образом получается, ну, сюда давление, как я говорил, наговор, да. А сюда давление, вот как второй тип точек, да, на выдохе. Надавили, прожали и отпустили. Создается потрясающий эффект, называется эффект шланга. Когда мы на шланг надавили, там накапливается, да, жидкость, потом опустили, и он пробивает. Так же и здесь, кровь же отсюда поступает, да. Вот она где-то скапливается, и потом, как шланг, пробивает эту пробку. Синяк, вот я не договорил, в чем его пользу, собственно говоря. Это какой был? Второй методик, что ли? Синяк, если вы заметите, он меняет свой цвет. То есть сначала он становится коричневым, да, это гемоглобин, в нем играет роль, гемоглобин коричневый, да. Потом он чернеет, потому что туда добавляется синий цвет, это билирубин, синий плюс коричневый, черный получается, да. Потом черный уходит, остается синий, синяк синеет, да. Ну, такой голубенький. Потом он зеленеет, потому что к синему цвету добавляется желтый, это лейкоциты, лейкоциты желтые. Желтый плюс синий, получается зеленый, да. Потом зеленый цвет уходит, остается желтенький синяк, это лейкоциты. лейкоциты это наши лекции они лечат это место унося оттуда все вот продукты распада там деление клеток и так далее что там вредно убить может какие-нибудь инвазии микробы и так далее в общем пользу синяков так что есть такие методы когда глубокие проблемы проекция этих зон на тело человека зон акупунктуру да про который говорил она засинячивается прямо там синяк такой создается любыми способами хоть там банками хоть шрибками чем угодно и тогда идет лечение до глубокого уровня до внутреннего органа следующий способ это релизинг то есть мы эту мышцу медленно растягиваем вдоль это медленно движение медленно да и поперек сюда сюда так фасции там и выжимки это понятно мы выжимаем долго до кровь идет потом скручивание еще езда скручивающий момент тут сожалению уже не смогу нарисовать на вашем поток типа вот так вот так вот так да туда и туда так что я забыл сказать а аутогемотерапия говоря про синяки на самом деле это не про синяки а есть такой метод когда у самого человека берут его же венозную кровь разгоняют на центрифуге отделяют плазму и эту плазму загоняем в шприц и обратно не может вкалывать этому человеку или даже прямо самую венозную кровь его вкалывают прямо вот в этом болевое место вкалывают аутогемотерапия то есть аута сам себе гема кровь терапия лечения да сам себя кровью лечит так либо в чем еще если мы узнаем что причина здесь функциональном блоке то есть в костях вот то есть стоит неправильно косточка раздвинулась зима за счет чего надо еще понять его просто она выскочила своего ложа что это бывает редко да если она прям совсем из сустава выскочит это уже тоже травма называется вывих конкретно а мы занимаемся под выехать она осталась сублюксация сублюксация до подвих то есть не выходя с его ложек от того повернуло да не так когда мы правим кость но чтобы править кость надо понимать соответственно есть мышцы антагонисты и синергисты вот эта мышца она похожа на вот битвич например да ведь что делает при накачивании бицепса да мы сгибаем руку то есть рука сгибается сзади есть трицепс он ее разгибает всегда больше есть в одну сторону и в другую приводящие то есть который в другую сторону вот здесь эта мышца растянулась она является ему это мышцы антагонистом то есть противопротивоборцем дословно если но у каждого мышца есть еще и синергисты которые помогают и это сделать иначе если была мышца если бы у нас каждом мышце делала только одно движение в теле человека да они были бы так раздуты как у этих как у качков наверно были как знаете такие перебор поэтому другие мышцы помогают и делать антагонисты мешают и соответственно вот этот вот крепится здесь сухожилия самой мышцы также является антагонистом понимаете если она раздута мышца да то есть по размеру у нас окатилась то сухожилия растянули сухожилия неприятно да поэтому больно в сухожилии мы его проработали сухожилии оно стянулось мышц растянуло а мышцы то еще не успели проработать кровь и крыло с изгусток осталось да ну крыло с изгусток это я так упрощенно говорю то соответственно ему неудобно иногда бывает знаете такое судорога или сволит ногу да это вот они друг против друга работает одному неприятно сухожилия на себя другому неприятно мышцы ценить на себе сухожилия поэтому мы должны здесь и здесь проработать обязательно я вам говорил да мы доходим до от начала мышцы до конца мышцы наша проработка идет если мы эту мышцу расслабили а с этой не поработали да с противоположных то кость обратно вернется в неправильное положение что-то поработать из противоположной стороны да и тогда когда мы уже поняли что вот кость все стороны мышцы как правило натянута с этой перерастянута гипертонус гипотонус наоборот здесь стянуть а здесь расслабить и тогда косточка сама встанет на место даже надо будет шелкать вот ну а так мы щелкаем это вот еще один способ нормальной терапии именно воздействия на мышцы но это как раз мы будем уже делать для декомпрессии для вибрации поколачивания ну вибрации поколачивания это относится к ударным техникам еще на способ да и полу и вплоть до синяков тракция правка мобилизации трасс это мы сейчас все будем проходить у нас тренинг по специальному мануальному массажу и терапии и также сюда входит и построение так скажем божественной оси человека ось теотерапия и массаж внутренних органов потому что если мы не доберемся до органов там тоже эти мышцы из внутри до связки то соответственно все равно проблема останется в спине ну вот дорогие друзья если вы настолько смотрите по видео то это зря лучше приходить на тренинги получайте все знания здесь на живой натуре и уходите отсюда с готовыми навыками в ваших золотых руках я у вас верю обязательно приходите к нам с вами был олег алабудвин до новых встреч и ставьте лайки